Вот знаете, игры играми, друзья, я сижу сейчас, вот привыкаю к этому, ко всему прекрасному, и еще краем уха слышу, что у нас оказывается новый плейлист на трансляции, и как же прекрасен этот плейлист. Будем надеяться, что хотя бы на Толику настолько же будет прекрасна вторая карта этой Best of 3 серии, хотя предпосылок для этого, конечно, будем говорить откровенно, не очень много. Бейт пока что без каких-либо проблем стерли своих оппонентов на первой карте. Посмотрим, что будет на второй. Ну а если сотрут и на второй, то там прямая дорога в Лигу Легенд, как мы уже и решили. Так и есть. Ну а Лига Легенд, кстати, я вот не договорил, заходил тут недавно. А у нас и драфты тут уже. Заходил недавно в Лигу Легенд, и я скажу вам, классная игра. Обалденная игра. Вообще отлично. Я надеюсь, там паузы до сих пор нет? Нет. Идеально. Я вот вчера говорил от того, что, ну, так, налегке, от того, что ты в доте сейчас уже стабильно по 15-20 минут паузы ставишь, надежда, что класс вернется. А там их просто нет. Там за 20 минут игры играются. Да. Идеально. Вот когда я буду в доте, я надеюсь, когда они будут, не знаю, может быть, лет через 5, лет через 10, что-нибудь подобное сделается. Потому что у нас почти все вот эти инновации, они происходят с дичайшим запозданием. То есть просто должно пройти 5 лет, чтобы что-то изменилось вот в хорошую сторону. И вот, пожалуйста. Это правда, да. На самом деле из того, что мне больше всего там нравится, это то, как у них лес сделан. Там же каждый крип на вес золота. Потому что ты приходишь, его убиваешь, и после этого какой-то перк на тебя вешается. Вот это, например, очень здорово. Если вдруг у нас какой-то момент... Какой-то там специальных 4 моба, 2 красных, 2 синих бафы. Ну да, да, круто же. Вот. Если у нас вдруг когда-то так станет, честно, буду очень рад. Ну а пока у нас драфт в 2-й раз. Надеюсь, никогда. Да ладно. Ну это очень плохая механика. Да почему? Ну потому что вместо того, чтобы выигрывать игру, ты бегаешь, собираешь эти бафы, что-то не очень нужная, скажем так, механика для доты. У нас каждый крип важен, у каждого крипа своя билка, собери доминатор. Ну окей. Доминатор тоже хорошая штука. Я бы сказал, что вот эти крипы, которые... Ну они, кстати, не только в Лиге Легенд, там, не знаю, Mobile Legends, другие игры можно привести, например, там... Это повышает мотивацию игроков выходить с базы и что-то делать. То есть они не просто сидят такие, челебань, сторона базы, о, давайте ряд посидим, 20-30 минут, раз в 10 минут выйдем на Рошана, подеремся, а потом будем дальше сидеть. То есть это повышает мотивацию игроков выходить с базы и что-то делать на карте. Это имхо, наоборот, очень крутая механика, которую было бы здорово добавить. Бейт у нас берут Акса. Да. И... Близзи в другой команде, к сожалению. Да. Это правда. Но вчера он был пог, Близзи. И с два мяки еще. Отличный камбэк был? Не, не камбэк, просто есть... Не, камбэк на сцену имеется в виду. Ну, видимо, да. В таком случае, да. Он был, он выиграл. Да. Парень отдохнул, ворвался с новыми силами. Честно, очень хочу посмотреть на матчи команды Cyber Legacy. Интересно, что там к чему, но не сегодня. Сегодня мы другие немного игры смотрим. Акс в пике. Здесь вообще для него хоть какие-то... Хоть какое-то объяснение. У тебя два мякиша, которые никак не могут засейвить врыв Акса. И Ул они не собирают. Ну, и многие другие оффлайнеры Ул не собирают. Поэтому Акс врывается, нажимает на млэдмейл уже. Идет хорошенький врыв. Сейва у них тоже нет. Любой, в кого врывается Акс параллельно, еще и получается стрел на 5 секунд. Ну, там может быть на 4. И он погибает. Потому что вот эта связка саппортов, она вроде бы неплохо смотрится. На первый взгляд. Но в целом по игре уже кто-то умирает стабильно. Как их называют? Пан Феникса, чему я, признаться, несказанно рад. Смотрели мы с вами Ога Дота Пит только что. И там этот парень, по крайней мере, в гранд-финале. Каких только делов не натворил. Это говорит про уровень команд. Вот, допустим, если ставишь там каких-нибудь Сикрет, Нигму, там, не знаю, Flight to Moon, кого там еще, OG. Там Феникс будет взлетать сразу первым пиком. Тут топ-тир-герой, да. Это уже тебе говорит об уровне команд. Чувствуете себя как дома, Дмитрий, да? Да, да, да. Потому что акция, которая появляется, ноль причин его, как говорится, брать. Видимо, есть какая-то вот замечательная идея формата. Вот это крепкая линия, там будем сейчас душить Ничью и все прочее. Вот какой-нибудь сидят там, умный голый, поставит Ничью на троечку. Возьмут сейчас против этого акции что-то крепкое на линию. С хорошим саппортом, да? Возьмут Байна какого-нибудь. Ну, например, да. Который Слип может дать хотя бы. Да, да, да. Что-то такое. И как бы здорово. Поэтому пока не очень понимаю причину появления этого акции, зачем он здесь был нужен. Ну, опять же. И неважно в моем понимании, что они наберут. Потому что проиграть с исполнением таки пока будет тяжеловато. Ну, а акса как субститут Байну нельзя использовать. То есть он будет тормозить цель на какое-то время. В этот момент в нее летит стрела. Там по времени не хватит? Не понял вопроса. Ну, то есть вместо того, чтобы Бэйн кидал Слип, ты просто агришь аксом. Какое-то время держишь цель на месте. И в этот момент в нее уже летит стрела. Мы предлагаем Байна вниз. Ну, не вниз. Для Тайер-стора. На линию. А, я понял. То есть акс идет условно кого-то аграет. Ты кидаешь Слип и все. И проблема решена. Окей, я понял. То есть под Патму-то, понятное дело, стреляешь, попадаешь. Вопрос был, что с этим делать для противников. Потому что я допускаю, чтобы взяли акса. И Патму, в том числе, как закрывашку для инчи на линии. То есть ты точно приходишь. Тебе ничего не делал. Ты точно побеждаешь. Слипов застрелил. Победил. Красавчик. Но, опять же, в таком моем понимании хорошем и команда расплетал бы как-то героев так, чтобы у этого акса вообще ничего не было. Какого-то там, я не знаю, лавстилера плюс один. И просто пошел грызть его. То есть придумать что-то против этого героя. Он не настолько сильный, что прям ничего нельзя было сделать. Вот зачастую там против Тимбера, да, действительно, у тебя нету героя опции никакой. Иногда там против Перскорпиона, каким-то миришником непрофильным, с плохим саппортом. Тяжело, что ты сделал против акса. В целом, очень легко подобрать героя. Потому что у вас три драфта есть на это дело. И не было смысла его так светить, потому что возьмите пятерку. Пятая позиция. Тоже ничего никому не откроет, никому ничего не расскажет. Вот и сейчас бы взяли акса и чувствовали бы себя получше, например. Ну а может быть в игре есть какие-то пятерки, которые хочется приберечь, но попозже? Дизраптер не из их числа, мне кажется, да? Ну поэтому, опять же, вот этот акс, его бы не забанили. То есть он никому не мешался бы. Очень непонятно. Это вообще такие герои, которые никому не мешались бы. То есть никого бы не забанили. Вот этих героев, их никто не банит и берут когда-нибудь редко. Единственное, дизраптер в последнее время стал появляться все чаще и чаще, но пока его не любят. Оу, привет. Я за Нагу. Давно не виделись. Скажу так, это немножко не тот герой, которого я ожидал против акса, но глобально по игре пока выглядит она хорошо. Нага с Сирены выносит вообще всех троих, или Лансер выносит всех троих. По Лансеру пани. Ну да, поэтому Нага. Нага ТБ, ТБ очень крутая. Нага очень крутая. Ну, конечно же, можно пятым пиком, поэтому можно сильно не заморачиваться. Там вряд ли они забанят и то, и то. Ну, а сверху просто хорошие, крепкие линии. Не, ну, Бана 2 все еще можно подобрать. И того, и того. Когда-нибудь я увижу эту суперсильную связку, то есть это как вот Клинкс и Сенчой, которых сейчас немногие жалуют. То же самое и Нага Дизраптер. Это тоже ультимативная связка, которой далеко не все круто играют, но где-то ближе к Анту она наверняка заиграет рано или поздно. Опять же, в рамках, как ты говоришь, Сикрет, этих всех топовых ребят и так далее, я крайне удивлен, что Виспа игнорирует. Вот только что прошел этот турнир, где один из самых часто забаниваемых героев это как раз и был. Слушай, ну, на уровне закрытой квалификации команда Виспа игнорирует, как правило, по той простой причине, что не то чтобы играют на нем. Не, в этом-то и прикол. А в чем проблема? Ребята играют, ребята там видят, о, есть турниры за миллион долларов, о, есть инты, есть мажоры, там, круче, там, не знаю, куча возможностей. И просто что надо делать? Брать и играть. Все, бери и играй этими героями. В чем проблема, в чем сложность? Да, опять же, то есть у тебя есть определенный полгероев, которые сильно меняют доту. То есть берем на ту же бруду. Почему у половины команд нет хорошей бруды в команде? У игроков. Непонятно. Почему мы парем играет на хай-левере только Виха, которая закатывает. Ну, наверное, просто потому, что есть определенная категория навыков, которые можно обозначить как фундамент. Для начала хорошо бы освоить ее, прежде чем переходить к чему-то более сложному. Поэтому мы как бы обозначили, что в СНГ у нас там плохо с архвардными, плохо с брудой и так далее, с мипарями и всем прочим. Условно, Чапи был, который сейчас не играет. И проходит год. За это время в аванс играл четыре игры на миг, все проиграл. И больше никто ничего не делал. Проходит еще год. Бруда не появилась, мипа не появился и так далее. И потом приезжают Сикреты, приезжает Нигма, приезжают даже те же викинги, у них все это есть, они неожиданно побеждают. Потом приезжают в Китай на The International, просто в каждом пике берут Draw Ranger, и Draw Ranger она просто выносит перед ногами все наши команды. А наши команды даже Draw Ranger не берут. Ну это фигня героя. То есть в чем сложность? Просто научиться играть хорошими героями, которые кардинально меняют доту. И ставят тебя в сильную позицию. В чем проблема? Вот это не ясно. Короче, да, ТБ, Нага и домой. Даже больше, чем ТБ, Нага, то еще можно спитой героев найти, которые нормально себя чувствуют. Да, просто он идет и хавает вообще всех четверых. Если вы куда-то торопитесь, там, я не знаю, там есть какие-то дела, можно Ликантропа взять. Просто проехаться вперед, опять же, Вайпер соберет какие-то вот эти спортивные, полуспортивные, айтемы в флане там. Грифсы, вы тебя Ликантроп, не крауд, это так забыть стендайгером, неостановимая машина смерти. Ну, снизу очень слабый драфт. Вот, допустим, когда есть спектра, мне вот в последнее время понравились Quincy Crew, они там неплохо так набирают в своем регионе, они когда берут спектру, вот у них четыре героя, они просто разрывают. Там куча нюков, да? Они отрывают лицо, то есть вот буквально недавно вчера, когда я смотрел их матч, там уже по пику было ясно, что игра в одни ворота, там просто Виномайсер, Сенкинг и Лина. Вот три героя. Попробуй подойди. Просто Драгон Слейв, Рей, Сеншторм, Бегают, развлекают пока спектра формит, да? Сенкинга, нет, просто нереальный деф вышек, там просто к вышке не подойти, ты подходишь к вышку, тебе уже отрывают лицо, и при этом любой мидгейм, там столько урона, что, мама, не горюй, здесь вот что в уроне есть? Пауэршот? Считаем, да, 300 урона. И фейтбол. 300 урона, и там один импетас в соло-таргет от Инчи. То есть бороться вообще ничем в мидгейме, даже в Верлигейме бороться ничем, я уже не говорю про мидгейм. Подбанили Брюмастера, значит, скорее всего, действительно будут в Иллюзионистов кого-то выходить. Ну, там, просто подбанили героя, которые могут драться, потому что снизу вот видно, что ребята и Сларка боятся, но драфт построен таким образом, что они боятся и Сларка, и Нагу, и ТБ, и Ликантроп, они вообще боятся половины героев, которые есть в дозе. Прекрасный драфт получается. Потому что их драфт, на самом деле, в рамках такой игры, даже какую-то Луну возьми просто, которая тоже тебе даст какие-то бонусы все пачки, просто чтобы быстрее можно было подняться и зайти и выиграть. Очень хорошо выглядит драфт сверху. В интервью, что они всегда крутые драфтеры, но я не соглашусь, потому что иногда там была полная дичь, но сейчас у них реально в каждом драфте прослеживается какая-то идея. Ну, пока только с Аксом у меня вот один вопрос был, то есть зачем он был в первой стадии, но опять же, глобально, судя по всему, ни для противников, ни для них это ничего не поменяло, поэтому можно забить и сказать, что было ок. Ну да, вот на прошлой карте мы же искали с вами уважаемого мужчину. Он появился, а тут другой уважаемый мужчина. Одним больше, одним меньше. Кому какое дело? Ну да, 10 секунд, он еще очень долго думает, то есть чем это можно все исправить. Как я понимаю, слот в оффлейнера открыт. Вероятно, что Верка будет оффлейн. Ну да, это в итоге Слардар. То есть сейчас бейты закрывают керри героям. Слишком жадные. Когда его коррозия в Хейз будет работать... Рубик Слардар правильно у нас получается. Дизератор плюс один. Ну да. Ну Нага это все просто убивает, и в том числе ТБ. Вот ТБ слишком много брони, у Наги куча иллюзий. Там Слардар настоящий вряд ли найдет. Это два самых сильных героя. Ну и можно там что-нибудь на свой вкус взять. Мне кажется, что даже может какой-нибудь Эмбер Спирита взять, который просто будет идти и выжигать их, потому что ему даже фейнболт какой-то с фейершотом нормально флейнгард не собьют. И полетит. Ну и потому что можно хоть активного героя брать, хоть пассивного. Ну и Эмбер звучит как вариант в один конец, то есть если игра до лейта доживет, то... Ну тут игра в одни ворота намечается. Опять же, если они не сыграют максимально плохо, целенаправленно там... Ну да, тактика «Зальвем все три линии», она работает. Вчера Экстремы показали, как можно даже супер выигрышный пик заруинить, потому что они проигрывали все три линии, и в итоге начинаются драки в мидгейме. У противников на два, на три левела больше, и еще по слоту, а у Экстремов не было ни слота, ни левела. Поэтому это, конечно же, всегда возможно. В целом, линии хорошие сверху, я бы сказал, даже очень... Только у Радиантов, а не сверху. Ну у Радиантов, да. Слева. Ну да, да, да. Ну и отлично. 2-0. И говорится по домам. Ну вы-то по домам. Не, я про то, что в рамках вот именно такого драфта непонятно, как вообще получилось, что это все, что есть снизу. Как это получилось? Снизу справа. Да, ну мы научимся, все нормально. Совсем время. Коэффициенты от наших друзей париматч. Судя по тому, какой серьезный разрыв. Да, это коэффициенты на весь матч. 1-0.5 бейт, 8 с половиной на их оппонентов. Ну, ведут бейт со счетом 1-0, что уж тут добавить. Не забывайте, кстати, что париматч дарит вам стопроцентный бонус к первому депозиту на этом турнире. Подробности вы можете найти, кликнув на баннер, который находится в описании нашей трансляции. Ну а мы будем передавать слово нашим комментаторам и смотрим вторую карту первой Best of 3 серии сегодняшнего дня. Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. Рады приветствовать вас на Аммиакалиге. И вторая карта. На самом деле, первая карта была очень уверена от бейт. На самом деле, еще раз хочу отметить, что, на мой взгляд, ничего не делали их оппоненты. И я думаю, что и вторая карта пройдет примерно в таком ключе, если что-то не придумают ребята. Ну, матаки здесь очень трудно будет, на самом деле. Здесь у Флейнер очень жадный в лице Слардара, который бездарный, на самом деле трудно двигается вообще по карте. Спектра под прикрытием Рубика и Инчи, но тоже как-то трудно. Им драки нужно принимать с Спектрой, ты все-таки пытаешься играть 4 плюс 1 игру. Вся надежда на VR, который попытается выиграть этот мидл, и там по карте полетит и всех перегангает, но это тоже, на самом деле, очень рисковая затея, потому что она будет стоять против Вайпера, а Вайпер, как бы, этот мидл не особо-то будет ей заливать. Поэтому везде будет не очень весело по лайну, плюс еще Морф есть, плюс ко всему, то, что нет хорошего берста, и Морфа будет очень трудно здесь забрать, что-либо с ним сделать, поэтому Морф здесь чуть ли не в ноль должен играть эту карту, как по мне, поэтому Бейты здесь должны забирать, да, без каких-либо проблем, потому что силы в пике Матаки я вообще не вижу. Смотрим, очень жесткая доминация, уже в лесу гуляя здесь Лас Хиро, без каких-либо проблем здесь Мафа выгоняет, наверное, 2-2 по Руну, наверное, будут забирать, без каких-либо проблем и вопросов. В любом случае, если у Акса здесь будет очень хороший старт, остановить его, я думаю, что Матаки не получится. Линия хорошая, можно и убивать, и фармить, никаких проблем не должно быть. Минча Вардик зачекала на меди, я думаю, сейчас сразу моментально сентрией должны ехать, должна прийти будет избить этот вард снизу там. Ну и поехали, поехали смотреть, Дэнди уже тут на блоке крипов, Фишман отправляется вниз на дезерапторе, понятное дело будет стоять с морфом, тун-тун, минчишка погонял, кристаллис. Да, Бейты здесь смотрятся круто, потому что пик справа это какая-то по-хорошему сборная солянка физы. Кроме физы там нет ничего. Ну, Спектра сейчас на самом деле в нынешней мете мне нравится. Тут интересно, как тебя на линии проявит Слардар, когда у него появится блинк. морфу чуть попозже к нему вернемся. Уже по крипстатам можно сделать вывод, что на топе Акс себя чувствует максимально комфортно. Шесть крипов. Хорошо, еще 10 Акс крипа подденайл, не сработало. И еще есть стрела отличная от Мираны. Разумеется, Спектр сейчас под тавером убивать пока бейт не могут, но тем не менее расфорасили. Бейт хотят за тавер зайти, мне кажется, очень сильно. Микросакс оттуда выпустить. Пока не получается. Крипа стоит под таверочком. Ну, Энди здесь уже мелких уфармливают под пуш и лайн. Это уже классика такая на вайпере, да, лайн пушишь, идешь мелких каких-то фармить. Либо этот стак, либо чуть ниже который находится, там может быть сатиры какие-то там выпадут что-то из этой серии. Откидывают здесь таверочком. Опасненько. Ну, пока феррик еще есть. По два в любом случае в дрейнджер не пойдет крипами драться и выгоднее сейчас просто бить крипщиков. Что она сейчас делает? 13 на 2 против 11 на 3, но у вайфера еще лесные крипы. Не будем об этом моменте забывать. Морф 9-1 по крипстату спектра 10-1. То есть у них идентичные крипстаты вообще. Ну, вайферы немножко вырываются вперед. Опять же за счет лесных крипов. Неприятный крип здесь у инчи. На самом деле это мерзкое замедление. Сейчас пина может выходить из фишману и напрягать его просто довольно-таки уверенно. Да, вот он как раз замедление, этот поизон, который фишман сейчас... Дизраптор пока ничего сделать не может. Определенное замедление дает. Там еще орбов дистракшн, господи. Блайдстоун. У инчи. Сейчас могут фишман на самом деле пробить, если стрела будет. Еще один удар. Отлично, здесь Сенни действует. Ну, вот они начинают пока морф не так силен, пока он не очень хочет драться. Если его убивать не получается, почему бы не убить дизраптора? И, в принципе, в соло тут справляется у нас инчантра с дизраптором. Учил огромное количество урона, потому что не пойдет за ним дальше инча, а она пошла и добила его. Дэнди тут Монгульку уже упивает. Как гола в спектре? 14-3. 13-1 у акса. Пока неплохо она себя чувствует, но вот впереди планеты все идет Дэнди. Конечно, он очень много мелких крипов в Уфере, но все равно по крипов неплохо. Да и, в принципе, на лайне тоже хорошо стоит. Пока приседают чуть-чуть у нас бейты на лайнах, но я думаю, это дело поправимое. Получение шестых левелов там все поправится сразу. Кстати, вот коэффициенты от нашего партнера париматч именно на карту 1.2 на бейт и 4.2 на их оппоненту. Может по Таурум фармит, мы скихили проблем. Мне очень нравится это изменение все-таки, которое сделали для Тауру, да, то, что он быстрее стреляет, но меньше не демиджил. И проще крипов добивать теперь стало. намного проще почти всеми героями. Особенно Марфон, да, который в полной перекачке. Он вообще крипов этих считает. Ой, какой неприятный крип сейчас выпал. Хаддухадукин, и вот они полетели. Да, у тебя за Раптора явно на этой линии проблемы, он ничего пока не может сделать. Он не может подойти. Ты делаешь один какой-то выстрел по винче, а тебе в ответку от Хадукина вылетает, и еще импетус сверху. И у тебя пол-ХП нет. Вот сейчас в принципе так и будет Хадукин. Опасно, опасно. Замедление, Свардар. Минут Фишман его здесь уже точно не отпустит. Еще один удар, отлично. Хорошо, лайн свои стоят. Неплохо. Здесь опять же крипы хорошие достаются. Кристаллис опасно. Хадукину нужно добивать здесь. Динай. Отличный оценит Динай. Ну, этот моментально тоже от Марфа. Пока неплохо. Пока неплохо в своем атаке. На данный момент самые большие проблемы как раз у Морфлинга. Он уже по Крипстату отстает ее от Спектры. Она вырывается вперед по Нетворцу. Но на первом месте по фарму находится Акс. И стрела у нас залетает прямо в лицо Рубику. На самом деле может добить. Ну, побоялась Мирана идти дальше. Фэйрифайр пришел слипить на лапу. Файр и Слиппорт. Не знаю, Мирана могла бы прыгнуть еще пару ударов сделать и там бы никто бы ничего не сделал. Потому что Телекинез там был потрачен уже и пару ударов Слипа выдать мне кажется ой, какой неприятный крип. Это Гарпия Штормодел. Все неприятные крипы на линии. Нет, это крип самый мерзкий и самый противный, который может быть. С маленьким кулдауном, с большим монополом. Опять же пошло замедление Фишман. Здесь страдает. То есть уже третий раз получается. А вот и нет. А вот и не получается. И на развороте Морф справляется с Энчандрес еще и забирает крипа. Вот так вот. Притом Слардар не мог никак помочь. У него там был ОХП. Так он до конца не отрегенился. Мирана забирает Мвис. Да, на месте там на Вендране Мамбас бегает. Поставили сентри. Знают, где находится Мирана. Я думаю, попыталась бы Мирана дать какую-то стрелу. И даже если бы она попала стрелой, были бы шансы убить Митранжера. Акс уже все четко делает. за Тауэр там зашелся. Сварди какой-то агрессивный можно вражеск лес поставить, чтобы его здесь как раз-таки не заходили и не гоняли. Но и Спектра. Опять же, Спектра, которая стоит под Тауэром, которой никто не мешает, это тоже опасная боевая единица. Она сейчас очень много здесь вынесет. Потому что он уже на втором месте по фарму идет и по Тауэром фармить одно удовольствие. Кстати, Спектра через Мидасик будет играть. Сейчас тоже вот эта новая мода на Мидасы, которая пошла. Практически все вот такие медленные коры они этот Мидасик собирают. Опять же, вместо барабанов плюс-минус по той же цене можно этот Мидасик прикупить. В любом случае большая часть коров сейчас либо Мидас, либо барабаны они вначале покупают. И мне интересно, что будет Спектра делать после Мидаса. Мирана вниз притянулась. Сегодня опасно здесь на лохо побегать, им нельзя никак агрессивничать. Если честно, я думала, что Мирана будет стоять на боте. Эру. Против Минчантерс, кстати, 7 стиков. Нападение у нас Морфлинга, стрела не попадает, хаунд от Спектры. Тут волна есть. Вейв и Морф уходит. А в это время нападения в Миде на Дэнде. Мамбас опасно на самом деле. Не будет ли там умирать? Он живет. Фишман умирает. Ну, слушай, совершенно другая игра. Наконец-то начинают играть поактивнее. Либо в этом пике чуть более уверены. Но в итоге выходит Мид, Файк Вайпера, Фэро, Старфол. Он его не заберет. Он сейчас сам умрет. Сапа, по-моему, выстрел. Хорошо, хорошо. Слипов уже нет. Он просто здесь на халяву умирает. Пока легко. Пока легко. Кристаллайз должен здесь вроде уходить, но сейчас посмотрим, как это будет. 600 хп еще. Не получил здесь стандарт на развороте. Отлично здесь. Подбашили его. Ну и 6-1. 6-1. Ну, чуть меньше тысячи ведут. Нужно включение Акса. Акса уже с вангвардом. У Акса все очень круто. Топ-1 по Нетворсу идет. Четыре косаря имеет. И на спектру нужен какой-то выход. Ну, несмотря на то, что вайпера в миде получается убить, мы видим, что у вайпера до сих пор Нетворс примерно такой же, как у Гендрэнджера, поэтому в миде в принципе равный. Проблемы сейчас основные на боте. И разница как раз по Нетворсу мы видим между спектрой и морфом, она очень большая. Поэтому от Акса в этой игре будет очень многое зависеть. Если он не соберется в ранний блинк, то будут проблемы. Нападение на спектру, перетяжка от морфа, спектра без каунта, телепорт от Слардара, еще будет телепорт у нас. Спектру не добивает, приходит Энчандрос. И еще один баш, нет, не успевает здесь Слардар дать. Так, просто улетает. У него заряды на баш как раз-таки готовы. И в это время у нас погибает Рубик, но самое интересное, что будет с морфом. Морф в вейв через 3 секунды. Еще один. Нужно вперед бежать уже, на квадрату в сторону речки. Там он мог бы подстанет в очередной раз. Но нет, не прочитал эту ситуацию. Ну и хорошо. Спектру засейвили. Убили здесь героя. Ну и неплохо себя чувствовать. Полторы тысячи акций вот до игры остается. Да, первое место по Нетворсу. Следом идет Спектра. И вот это уже опасно. Но я думаю, как только появится... А, кстати, встречает у нас Виндрэнджер Мирану. Да, там Вардик стоит. Там Вардик стоит. Вот, и как раз прокликал сейчас Мирана. 5-Up. Прекрасно понимаешь, что именно здесь стоит Вард. Сейчас этот Вард собьют. Дэнди здесь приходит. Опять же, Дэнди с барабанами, с каплями играет. Моментальный телепорт. Телепорт до базы. Вардик пытается подфармливать состояние. Варабан Терону забрал. Отлично. Для своей команды 300 заработал. Конечно, будет умирать. Сейчас на нем тут 200 с копейками на форме, но он больше заработал для своей команды. Ой, но еще столько много времени выигрывает для своего коллектива. Вот Аксу, конечно, это... Ну, самое приятное, что Акса заберет этот фраг. Аксу нужен очень, даггер. Даггер, без даггера здесь у бейтов проблемы будут. И они, в принципе, уже есть. Самые основные проблемы как раз в том, что Спектра себя максимально комфорта чувствует и уже потихоньку Виндренджер начинает врываться вперед. То есть, ну и у Слардара все не так плохо. Да, там у Акса получше, но тем не менее не критично. Пик 3 нельзя давать топ-1 по Нетворцу возвращает его здесь под Кинетик Филд. Ментальный агр нужно давать. Там с манной, по-моему, проблемы, но стики заряжаются. И, по-моему, стиков должно хватить напоследок. Нет, не хватает. Не хватает. Спектру все-таки забирают. Какие-то поздние телепорты были от Рубика и Энчантрос. Мне кажется, могли быть чуть-чуть поранче. Поранче надо было давать. Потому что Спектра жила очень долго. Они просто, наверное, не думали, что Дезраптор там будет тоже окажется и бим сонет. Вы видели, что Спектра уходит. Ну и все, и не стали телепортироваться. Хотя фейк-телепорт можно было бы один сделать, чтобы как раз-таки совсем напугать. Акс-тыщенка. Тыщенка до Даггера. И этот Даггер очень нужен сейчас. Плешка. Для Морфа, да, для Вайпера. Стоит отметить, что преимущества, кстати, практически нет. То есть эти меньше тысяч хаунд у нас от Спектры и куда же... На Вайпера вниз? Ну, не смогли. На Вайпера? Неужели по Тавару? Связочка отличная, но под Таваром... Не-не-не, здесь не надо стрелять по Вайперу, там уже третья пассивка, поэтому... Акс заходит за Тавар. Здесь статик от Дезраптора по двоим. Замечательный. Чантерс уже погибает. Спектра тоже получила достаточное количество урона, но Дезраптор минус. И... Должна Спектра его добить. Да, так оно и получается. В итоге размен у нас два в один. И самое неприятное для Бэй то, что погибает Акс. Еще Курьер погибает, еще 350 золота. Да. Попытались напасть под Таваром, однако не все так просто. Несмотря на то, что на боте находилась Виндрэнджер, получился дефаться и Спектра очень плотная. Очень сильно Спектру отпускают. Спектра не должна идти топ-1 по Нетверсу. Не должна. А тут она просто-таки эту нишу заняла. И она сейчас Мидасом, она, во-первых, левела хорошего будет, во-вторых, Мидас тоже будет позволять быстренько подфармливать. Но я так спит тоже под Дезолейт. Типика. Должны тут забирать под ультимейт. Замедление. Будут ли телепорты? Да, уже прилетает у нас Рубик. Также здесь находится Энчандрес, но в Вайпер все-таки... А, нет, Фишмана застается враг на Слотаре. Да, там Верк уже подходит. Верка отлично двигается. Она прекрасно поняла, что без нее, без ее помощи, опять же, не будет хорошей доминации. Она по всем лайнам двигается. И наверх приходит, и вниз приходит, и с телепортов приходит, и постоянно в движении. А это неплохо. Верка должна, в принципе, это все делать через МКБшку будет первым артефактом играть. Но это тоже уже как дефолт, да. Очень любит эту МКБшку. Минвис Мираны. Мираны? Думала, будет какая-то попытка напасть в миде, но бейт просто фармен. Ждем блинка. От этого, в принципе, будет меняться игра. Свардар, минус армор у нас и глипс. Ждут, да, Гракс? Ну, без раптора здесь вполне возможно, если в Кенетик Филл на себя не поставят. Нет, гиджуровал, отлично. Гиджуровал, статик шторм. Возможно, это было лишнее. Да не, они лишнее открутятся. Ничего страшного. Побольше на себя внимания там выцепил, чтобы, может, какие-то там скиллы лишние дали, чтобы его убить. Он сейчас пока вот появится, пока дойдет куда-то там, где захочет гангануть, у него уже этот статик шторм открутится, все будет нормально. Прикольный такой Кориджи Хейс. Не в камень ауру такую жесткую дает, Слардаровскую. До конца непонятно, на самом деле, если вот в доту долго не играешь, да, то некоторые вот эти имморталки, они... Ну, не знаю, если честно, мне анимация не очень понравилась. Возможно, она даже чересчур сильная. Да не, красиво, просто надо знать, что это Кориджи Хейс Слардаров. Так, на медиа опасна. Акс врывается на Слардара, Слардара нужно забирать очень быстро, но Слардар достаточно плотный, и все-таки его забирают. А в размен будет ли попытка напасть на Акса, Энчантрас, нет, Акс вроде бы жив, здоров, Вайпер под Аркейн руной, Шекл не срабатывает, Акс прыгает дальше на Ичу, Морф бьет ее, и даблкил у нас для Акса. И центральный Таверч упал, тоже Морфа должен ласточкой забирать, да, собирает там Кристалл Айс, и вот он, Мамбас еще, его тоже могут не отпустить здесь, на самом деле. Стрела есть у Мирана, он сейчас Акс падет дальше, а сюда же телепорт от Рубика, Акс срывается, Хаунд от Спектры, Акса очень покоцан, и Мирана также, поэтому, скорее всего, их должны добивать, но Вайпер, господи, и он отправляется в Таверну, напали на Вентренджер, Вентренджер, они, конечно, в итоге убили, но, тем не менее, там Глимс есть, и Фишмана очень хочет Спектру вернуть. Но он ее уже не вернул. Нет, Глимса еще три секундочки. А хотя? Там третий, там третий Тандер Страйк, и поэтому просто идет за ней, но там уже ничего, Сладар тут подходит, и, скорее всего, Фишмана здесь не будет. Лишь как далеко он пошел, стрела от Рубика не попадает. Кинайте филп от себя. Все, и бежать, 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 бежать. Кстати, выигрывает он, правда, очень много времени, потому что пока они туда не бегают, и в итоге он уходит. Линзу приобретает. Фанквилы откупились. Пока равная игра. Абсолютно. Но то, что у Спектра на первом месте по Нетворцу, это, конечно, печально. Что вообще у Спектры есть? Можете показать Спектру? Да, Морфа мы посмотрели. Медас, Яша и Мантастайл уже близится. Да, здесь все очень круто. На 1800 опережает Морфа, а это неприятно. Но, тем не менее, Морф камбэкает. То есть уже какие-то выходы от него были. Спектра с Медасом быстрее все делает, чем Морф с маской. Все верно. Драма у Вайпером. Дальше выход у Блокенбар. С трогалами Вайпер в любой точке сейчас окажется. Здесь он тут крыльца. Свиты как раз и может будет телепортнуться. Ну, а такс опять. Нужно как-то прыгать, смачок хоть и завязать. Пока Акс сейчас активный. Пока он хорошего левела. Пока этот даггер работает, то нужно на кого-то нападать. Типик здесь улетает. Сладар тоже получает барабаны и стики. МГБ приобретает себя Виндраджер. 18-ая минута. В целом, на Виндраджер тоже все неплохо. И посмотрим, кто же будет инициировать сейчас. Судя по всему, как раз из-за того, что Блинк у Акси появился, и бейты просто собираются вместе, думаю, что от них какая-то инициация и должна исходить. Клам Синет падает для Аксика. Сейчас тоже кому-то отдаст. Может быть, Миране? Либо Миране, либо себе. Миране самая нода, под стрелу как раз кисточку кинуть, поэтому там еще в ответ тоже Клам Синет упадает и вам Пайр Фэнкс. Для Морфа в принципе, Сладару можно этим вам Пайр Фэнкс отдать. У меня там талант есть на ночной обзор. О-ой-ой-ой-ой-ой. И кстати, они решили его не убивать. Испугались одного Робика. Просто все сразу же отошли. Телепорты у нас на бот. На боте Энчантрас вместе с Виндрейджером пытались сплетить. Ждут. Перетаились. Засада. Но засада, которая скорее всего не сработает, потому что сразу же пошла перетяжка в мид. Мы таки прекрасно понимают. У них вард очень хорошая стоит за Тауэром, за Тир-2 Тауэром снизу. И они все вот эти телепорты, передвижения и так далее, они все это хорошо очень видят. Денти продолжает. Денти под каким-то своим вейпоинтом гоняет под точком фарма. Лево-вправо, лево-вправо. Зашел на мидл, кинул ультимейт. И наконец-то смок от Матаки. Если смок, они реализовывают какой-то артефакт. Артефакт это, соответственно, манта стайл на спектре. Манта стайл, скейл еще есть. И под манту, под 14 уровень спектры, спектра реально очень толстые, уже пробить ее трудновато. Они сейчас будут вилтвых, потому что у бейтов ничего нет. Но бейты готовы. Также прожимают смок, Кримсон появляется у Акса. Кримсон сейчас очень хорош. Много физы, и Кримсон будет помогать выживать. Кримсон здесь хорош. Нэнни оставляет на меде, типа он фармит, остальные просто мачки отправляются. И пока как раз знают, где находится спектра. Нужно только успеть до нее дойти. У нее сейчас очень скоро откаташится Мидас, и она пойдет в лес в Мидасе скрипа, но они выбирают другой путь. Вообще, обычно стараются выходить именно на спектру, и Акс видит у нас Виндрэнджер, прыгает на нее, цепляет, подходит детраптор, нужен статик наперед. Мы решили, что Виндрэнджер уже не спасти. Статик ставится у нас на Рубик. Как он выбежал-то? А это стандарт, это же ТОТ. И начинаются телепорты. Гримсон взбивают телепорт с Лордару, Рубика также цепляют через ветра. И замедление по Слордару Мирана Лип преследует его, будет стрела, стрела попадает прямо в цель, Рубика уже убили. Минус Лордар, это минус 3 в итоге. Выживает только лишь Спектра, которая решила просто не использовать Хаунд и не прилетать, ну и Чандрес. Так что Смок вышел у Бейтов очень хороший. Вот в Смоках у них получается ходить. А Спектра фармит. Ага. Тут еще Дэнди встречает у нас Шенни. Стрела не попадает, но это и не потребуется. Сразу видно, что оставляла фраг для Дэнди. У него, в принципе, не так все хорошо, но уже вот благодаря последним действиям от Бейтов мы видим, что по Нетворцу ситуация стала немножко получше. По крайней мере, немножко отгрежает Виндрейджер. Кстати, Бома Терруну забрал. На эту карту от наших друзей с париматча 11-17 на Бейт и 4-7 у нас на Матаке. Вроде Спектра идет на первом месте, но все равно не верят. Слардар просел 6-ти Нетворца, Виндрейджер начинает приседать и после Спектры вот три героя идет, три кора. И самое главное, посмотри, то есть Морф он уже догоняет Акса, Вайпер тоже поднялся. Да, Спектра сейчас опережает их, но тем не менее это одна Спектра. Сможет ли Спектра здесь убить всех? Недооценивай Спектра. Я вообще очень Спектра люблю. Я считаю, что это сильный герой, что вот как раз Спектра и в принципе и против Морфа мне все равно нравится. Если у нее дальше все так, Акс у нас в миде нападение на Рубика, стрела от Мираны, Вейв от Морфинга, ну и конечно Рубик без шансов. А здесь уже статиком зацепили Виндрейджер. У Виндрейджера нет никакого Блэкинбара, поэтому Виндрейджер здесь отправляется в таверну следом за своим саппортом. Даблкил для Акса под пуш и лимит Т2 тавер скорее всего тоже заберут, потому что здесь находится в сеть полностью вся команда Бэйв и соответственно тавер падает. Катапульта имеется, на Гайгранта они не пойдут. Но если так видеть, то конечно же Спектра одна не вытащит, потому что они в очередной раз просто умирают. Они даже в предыдущем замесе решили просто не драться. Замес начался даже несмотря на то, что там цепанули Виндрейджер, с Хаунта могла Спектра ворваться и они не могли подраться там атакой. Однако они просто погибли. Решили не идти дальше, решили не идти за ТВ-рами, а попробовать забрать Рошана. На самом деле идея хорошая, еще 10 секунд у них есть пока не Реснаус Виндрейджер. Несмотря на то, что имеется Хаунтон Спектрей, атаки просто не дерутся за него. Возможно даже не знают о том, что делали бы эти, но... Атаке просто нечем драться. Вот самая проблема. У них на все про все два стана, два дизейбла. Это станс Лордара, хороший будет, конечно же. из дизейблов там все закончилось, остальное все это вот замедление, которое вот Дэнди будет его просто контрить Блокенбардом. Да, БКБ уже появляется. На данный момент очень большой проблемой для Рейнджера является и Дизраптор, и Акс. То есть нет никакого посейва хорошего. Ее просто убивают. Без БКБ ей играть будет очень сложно. И в зависимости от того, когда у нее появится БКБ. Ну, смотри, просто вот если на Акса меди будешь нападать, тебе даже ресурсов нету, прям жестко пробить по-хорошему. Ну, под минус арбором и пока нападает именно Акс. На Слордара ставится статик Штормс. Вязочка от Виндрэжа в целом неплохая, но это не отменяет того, что Слордара забрали. Да, потратили статик, но все это не критично. Убили флейнеры. Это нормально абсолютно. Да? Такой трейд за статик. Тир-2 сверху падает, Бейт уже чувствует свою силу, нападение. Сейчас будут поджимать, наверное, матаки уже к базе, потому что у матаки ничего не получается, они не могут даже просто-напросто гангануть хорошо. Не знаю, в чем на самом деле их проблема, если учесть, что вначале они так активно начали играть. Прям полностью поменяли свой плейт стайл с предыдущей карты. А дальше вот я этого Слордара вообще не чувствую. То есть блинк у него появился, но каких-то выходов так и не прибавилось. Телепортов, все на бот, попытка зацепить спектру. Спектра у нас... Использует Хаунд. Улетает. Улетает на Морфлинга. И так же здесь находится Мирана, но я думаю, что уже должны понимать бейт, что спектр подтягивается командой. Ульты спектры нет теперь. Теперь спокойно можно двигаться вниз. А Егисом можно попробовать даже вниз, даже... Ну да, еще два тавра есть, почему бы их не забрать? Просто эти два тавра на халяву забираешь. Это и пространство, если будут какие-то драки и деньги. Пять тысяч у них преимущества имеется, но пять тысяч вот если сравнивать особенно с предыдущей картой, это явно не так много. А Егис, конечно, хочется реализовать, но Матаки просто закрываются на базе. Вот посмотри, где находятся все герои. То есть, они не фармят, а Бейты выфармливают всю карту и у них все замечательно. У Морфа такими темпами достаточно скоро появится Манта Стайл. Дэкс База не выпускает просто. Хорошо, очень контроль Дэнди по верхнему лайну, там где-то рядышком Мирана с ним находится и все, и центр занят. И сейчас потихоньку... Так, смоки. Опа, карри, 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 карри. И карри. А, Климс, а может стоило даже попробовать подраться, но видимо не хотели дать. Дэнди рядом, нет. Нет, рядом Дэнди. Без Вайдера. Прыгает Свардар на Дезераптора, Дезераптор перед смертью дает статик, Морф врывается, Рубика пытаются забрать, Дезераптора пайбекается, Рубик также пайбекается, Шеклшот у нас по Морфингу, Морф превращается в Виндрейджер и сам связывает Энчантерс, Акс, у Акса проблемы, Акс очень покоцанный, Акса смогли забрать, Вайпер наконец-то здесь, уже не отпускает Виндрейджер, теперь переключаться нужно на Рубика, но Спектра. Шекл от Морфинга не срабатывает, даблкил для Спектры. Ну, слушай, по-моему, этот замес очень неплохо проводят на атаки. Сейчас, секундочку. Вайпер, Энчантерс, и да, Энчантерс все-таки погибают. Там еще и мафы могут догнать, нет, там нет никакой пики. Слушай, размен 3 в 3, но Спектра с этого замеса достаточно много взяла, вот сейчас нам показывают Файт Рекаб. 6 тысяч, так как 5500 уже нанесла. Слушай, вообще, по разнице с золотом, смотри, просто идентичная, я такой, даже в первый раз. Вообще ноль. За счет байбеков как бы эту драку не выиграли у нас. И при том, именно саппорты байбекались. Ну вот, разве что, из плюсов для Спектры можно отметить только то, что именно она сделала эти фраги. И все-таки по золоту не просяла. Проблема Спектры, проблема Спектры, то, что она играет против Вайпера, вот это главная проблема. То, что Вайперы все просто отключат под конец. И остались еще два кора жива. Ты не убил ни Вайпера, ты не убил ни Морфа, а там Вайрка умерла. А тут у тебя Вайпера с Морфом очень много взяли. Сейчас еще больше. Ну, Акс погибал. Обрастутся. В принципе, у Акса такой же... Да, Акс это все, ему больше ничего не нужно. Это его и задача. Пойти вперед, как-то синициировать. У нас в самоках отправлялись бейты, была попытка подспить кого-то, однако вовремя отошли. Все, что нужно, купил. Блэдмейл еще может купить какой-нибудь. Кстати, вот крутое обновление сделали, что Вайрка может тормознуть теперь ультимейт свой. Да, да. Потому что раньше можно было просто облэдмейл убить. С блэдмейлом. А теперь это делается спокойно. Ну, наконец-то это сделали. Маунтерон показывается на 2250 у нас просто. Ну, слушай, это хорошая разница. И на предыдущей карте мы видели. На предыдущей карте там бейты раньше начали контролировать всю карту, когда нам показали, там уже было явное преимущество по баунти. А здесь все-таки... Преимущество бейтов всего за счет баунти. Так, у нас Свардар вырывается на Мирану. У Мирану должны за считанные секунды убить. Глимер Кейп имеется у Дезраптора, пытается выйти. Свардар ищут, находят Дезраптора. Дезраптор, статик шторм под себя перед смертью. Мирана, байбэк, Акс прыгает у нас на Спектру. Тут даже вырывается Морф. Рядом находится Дензис. Замедление под Ультимейтом Спектра не должна отсюда уходить. Семьдесят текут без Спектры. Ну и теперь переключаются на Энчанторс. Понятное дело, что Энчанторс попытается как-то уйти с помощью телепорта, но тут не отпускают. Притом еще сбивают у нас и Рубик УТП. Ну или пытался же уйти на Рубик в общую телепорт. В любом случае Акс пошел за Рубиком, не дал ему уйти. И это размен один в три, а нет, два в три и ББ как Мирана. Это Суппортер, это не важно. Главное, чтобы Спектра умирает. Да, Спектра умирает и можно даже подумать про хайграунд. Не можно, а нужно. Дабл дэмэдж есть у Морфа, только что подобрал его. Морф, кстати, 6-1-12 играет. Чуть-чуть я не угадал, что он в ноль будет играть эту карту. Умудрился умирать один раз, но вначале тем стартом, который у него был, могли возникнуть определенного рода проблемы. Это минус мидл, кстати говоря, с дабл дэмэджем. По-моему, успевает. Да, должны успеть за 20 секунд это все снести. Холли-молли, говорит у нас 5-ап. Да и второй тоже барак тоже можно стести, чтобы он здесь не заставился. Ну и спокойно уйти в усвоясье. Морфа все великолепно. Опять же, сейчас Пиктру догоняет. И Акс еще решил попробовать цепануть. Энчантрас попробовал, цепанул, убили. Проверяй. Энчантрас не байбекается, но можно, кстати, что у нас нет, Рошана еще не скоро. Ага, Нави-стайл, да? Самаки. Видит, видит Спиктру. И Спиктру сейчас убивает, это конечная. Но они убивают не Спиктру, они убивают Виндрэнджера, что в целом нет байбека. Там нет байбека, можно наверх заходить. Можно спокойно ломать Т2 сверху. Две линии боковые пушатся, и как на предыдущей карте играют достаточно аккуратно, поэтому решили, видимо, что-то доформить. Возможно, хотят уже, чтобы у Марфа была Скадди, возможно, хотят дождаться Рошана. Телескопчик, приятно, на самом деле. Телескоп очень круто. Дизраптор есть. Есть три ранджевика вайперу, Марфу. Это просто великолепно. Зайдет сейчас и Миране тоже пострелять. Очень круто. Собрать все баунти на 30-й минуте. Репейер скит выпадает. Слушай, кстати, вполне неплохо в их ситуации. Репейер скит чуть-чуть отложит поражение в атаке. 13 тысяч. 31-й минуты подходят к концу. Ну, я думаю, Бейти сейчас будут выфармивать какие-то определенные шмотки, хотя до следующего Рошана. Хотя нет. Найд Шадо, Акс, прыжок, хаунт от Спектры. Акс у нас цепляет Рубика. У Рубика проблемы. Рубика не должна отпускать. Ну, слушай, Аксу тоже достаточно больно. Ветра. Статик у нас по Энчантрас из Лордара от Зоню. Очень здорово. Дезрафтор. Погибает Мирана. Мирана после Байбека, поэтому не будет ее достаточно долго. Спектра дерется до конца, забирают Акса, но в размен уходит Спектра. Спектра Байбека имеется, Шекл не срабатывает, Энчантрас, да. Сейчас нужно переключаться на Виндрэнджер, Виндрэнджер выходит из-за места преследует Слардара. Слардар на развороте станчик, на замедление от Вайпера очень серьезное и на речку, на речку побежал. На речке очень быстрее. Да. Шаткан и трипл пилот для Кристаллиса. И опять? Опять у тебя живы кто? Жив у тебя Вайпер и жив у тебя Морф? Да, те, кто должен жить, они выживают и что самое неприятное, Спектра потратила Байбек, ладно, они просто ее убили, но теперь все знают, что отсутствует Байбек и на Рошана спокойно можно будет заходить и последние замесы Бейты выигрывают уверенно. Будет приобретать Венчантрас. Что тут Рошана минут 30 заняла? Хорошо, что таймер есть, теперь не надо наводиться. Да, это очень удобно. И смотреть. Спектра Скади есть, Монта есть. Диффуза будет уходить, а нужно ли сейчас вот эти диффуза? Хотя он, мне кажется, никого догнать не может. Может какой-то супер башер выйти. Я тоже, кстати, хотела предложить именно этот артефакт, но, видимо, Карри принял другое решение. Крэгг Коут для Слардара в принципе полезно, но, я думаю, Слардар еще и бить хочет. Опять же. Смочок там у нас, и это может быть финальный смог, если сейчас кора цепанут. Нацепанут Рубика, Рубика можно сразу убить, с другой стороны Энчантр зацепляет Лас Кира, связочка неплохая от Винд Рейнджер, Винд Рейнджер под Блэкин Баром, у нас пошел в каунт от Спектры, пытаются зонить Слардара и убивать его, да, Слардар минус, Рубик минус, в размен пока уходит Дедрап, который уже нажал свои кнопки, поэтому не критично, и за Спектрой, все, Спектрой окружили, Спектрой поднимают Ветра, стрела прилетает Игрецо, и это минус Спектра, которая без байбеков. 120 секунд. Здесь, в принципе, можно идти в трон. На трон показывают у нас бейты, я думаю, да, они в трон пойдут без каких-либо проблем, Слардара нет, никого нет, там, по-моему, еще на поймали, да. Поймали Винд Рейнджер, и у Винд Рейнджер пока нет, нет, ни у кого нет байбеков, это все-таки будут этого чешского стака, поэтому просто переиграли. Здесь стратегия была намного сильнее, но тебе не о чем биться, тебе, когда есть Спектра, у тебя должны быть какие-то определенные герои, да, ты на лайнах классно постоял, да, ты там снизу с Энчантерс, там и с Лордаром плюс-минус выиграл лайн, но опять же, у тебя должны быть какие-то герои, вот когда обрастаются шестыми левелами герои бейт, и они просто идут на тебя, и ты не можешь ничего с этим делать, Аксед прыгает с Вангвардом, и тебе ничего не остается, как только бежать. Но это не главное, главное то, что студия аналитики сейчас подойдет итоги этого матча и рассказывает самое интересное, что здесь было. Мы-то, конечно, обязательно расскажем, друзья, ну а вот вам обязательно надо заходить на сайт dota2.ru слэш gg, потому что мы-то свое мнение выскажем, а вот вам нужно найти место, где вы можете высказать свое, и там вам будут, поверьте мне, очень рады, не стесняйтесь, заходите, и пишите все, что думаете по поводу этой игры, если, конечно, вам есть, что по этому поводу написать, а то бывает так, знаете, что и сказать-то в общем-то нечего, будем надеяться, что сейчас это не тот случай для наших аналитиков. Для нас никогда не тот случай, мы сейчас все тебе по полочкам распишем. Да неужели? Дмитрий, про спектру ваш спич. А, то есть как из стрелки ты переборишь профессионально. Мы подготовили с ним, и нужно, чтобы он свое подготовил про спектру, только что-то рассказывал. А, у вас заготовки. Если команда играет не очень круто, ну, представим на секунду, что команда реально не тир один, то спектра, наверное, лучший герой, потому что даже если команда не умеет там играть в макро, не умеет перемещаться по карте, спектра простая. Нажал на кнопку, остальным четырем героям нужно просто вот увидеть любого персонажа, ворваться, и вот со спектрой, ну, они были не так плохи, то есть понятное дело, что они проиграли, но в этой игре они хотя бы боролись, и здесь была хоть какая-то борьба, хоть какие-то, какие-то разменщики. Хотя бы какие-то, хотя бы что-то, да, то есть, во-первых, они реально неплохо отстели линии на этой карте, спектра там один из топ-двух, из топ-двух наторсов имела, то есть наравне с Аксом стоял, потому что Акс особо ей по итогу решил не мешать, зашел за вышку, забирал крипов, забирал лесных, быстрый ВГ, все здорово, но спектра такая говорит, окей, раз меня не трогает, Цапрот свободен, иди отдыхай, фулл экспу получила, быстрый Медас, причем Медасом воровала крипов у Акса в лесу, бегала за ней, там то Савуха, то Сатиры подъедала, тоже здорово, и, то есть старт на этой линии был шикарен. Центр Дэнди проиграл, в Эрке, что тоже, как не бескорбно заявлять, случилось, то есть две линии из трех ребята выиграли. В сложной там чуть посложнее, Марфа загнобить не удалось, но тем не менее. Все было хорошо до того момента, как драки начались. И потом выступает как раз таки вперед та самая неопытность, которая есть у Чехов в данном случае, потому что Смоки, как они их нажимали, вот эти передвижения, эти решения, это просто жесть. То есть разбить Смок, поставить под себя Сентрю. Видите, что там Вард. А двуму герою выйти из Смоков еще типа ладно, то есть условно там Спектра есть, допустим, это вообще шикарно, потому что какая разница, команда когда-то пошла, ты все равно прилетишь. Но вышла ВР-ка. Они такие говорят, ну ладно, ничего страшного, пойдем в Троем в Смоке погуляем. Пошли в Троем в Смоке гулять. Никого не нашли. Потом решили подраться совершенно впустую под, по-моему, двадцатую минуту. И человек такая говорит, ну ребят, у нас все равно в Смоках не получается. Под противником нажму Смок еще один, чтобы Булунтос забрать, который я и так забираю. Собственно, жмет Смок, забирает Булунтос. Команда остается без возможности играть номером один, потому что они просто вот впустую поржали все свои Смоки. И вот такие моменты, такие вот мелочи у них были постоянно всегда и везде. Нападения совершенно дурацкие, вот эта вот сборка от Спектри, ты собираешь Медас, и потом такая дума, не, ну противник Вайпера в команде, давайте я соберу все, чтобы он, прям, я хорошо контрил. Поэтому я бахну прямо вот первым слотом Манту, вторым слотом Скади. Вылетает в драку, мобильности нет, ничего нет, уворачиваешься непонятно как, находишься по кулдауну в тучке, тебя просто закрывают. И это при том, что вот в последней драке Вайпер появился только спустя 20 секунд. Ну опять же, то есть у тебя получается ни урона, ни дизейбла, ничего нет. В итоге вот команда там, да, без Вайпера долгое время легко себя уверенно чувствовала, но с Вайпером она еще и могла эту спектру зафокусить. То есть у тебя приходит эта вот машина зеленая, Жигуль, и кидает свою тучку, выхлопные газы свои, и все, то есть герой просто двигаться не может. И вот здесь момент, смотри, опять же, да, то есть начали хорошо, сыграли номером один, реализовали смог, убили Патму, нашли дезераптора, убили дезераптора, и, казалось бы, все замечательно. Но команда вот максимальная, миспозиционки, то есть как будто вы подумали, что здесь никого нет, никого не будет, и не хотят продолжать драку. Из-за этого купается Патма, и идет забор. Спектр, который просто оставили на лодку по дну, а это последнее, что ты хочешь делать, то есть все должны умереть, но не спектра, потому что это ваш карьер-герой. И вот так вот одного за другим еще отдали пару героев, что тоже как бы вот, опять же, я думаю, это именно из-за малоопытности. Ну да, когда они научатся прожимать смоки, когда они все-таки будут иногда тормозить, как бы убил одного героя, а дальше лезть уже не стоит, то, возможно, у них и появятся хоть какие-то шансы со спектрой, но вот если мы просто уберем спектрой из уравнения и возьмем какого-то другого кора, то этой команде нужно очень много времени, чтобы они начали показывать хоть что-то, потому что пока они слишком-слишком лады. Да, Матаки, конечно, с почином, но получилось не очень хорошо. Как бы то ни было, это был опенинг-матч, правда, групповой этап закрытой квалификации, он как бы обязывает выигрывать каждую игру, потому что ценность каждой отдельно взятой, она на вес золота. Если, друзья, вы вдруг не в курсе... Одну проиграть можно. Можно, но вот дальше начинаются веселья, потому что ценность каждой игры на вес золота, потому что у нас GSL-формат и топ-две команды у нас идут сразу в плей-офф. Третье место отправляется в Divine Division, если я ничего не путаю, а четвертое будет играть в группе последнего шанса. И вот там оказываться вообще не хочется, ну потому что очень сильно все сразу усложняется. Одним словом, времени на разгон особо нет у таких команд, как вот та, которая проиграла у нас с вами только что. Поэтому либо сейчас, либо уже никогда. Рон по стройкам в спектре видел? Не обратил внимания. Где-то в районе нуля, наверное? Ноль. Ноль. Да, вот нам, кстати, показывают группу С по результатам этого матча. Собственно, да, Матаки занимают сейчас третье место, делят его с ребятами из Темпа, и как раз с ними они встретятся уже, получается, в рамках матча лазеров. Это им, наверное, самая вообще легкая группа, если бы присмотреться, то Five Man и B8, они, естественно, имеют довольно-таки хорошие шансы, а вот ребята, которые снизу, это максимально, наверное, две слабые команды, потому что там один это стаг друзей Леброна, а второй это вот стаг друзей, ребята из Чехии, которые, ну, как бы просто хотят поиграть. Самая легкая группа, наверное, вот среди всех. Хорошо, что они, да, все пришли поиграть, все здорово, но вероятность того, что случится матч, в котором Бейт, допустим, проиграют стаг к Леброну, мне вообще в него не верится. Да. Ну, в любом случае, этот матч состоится в один прекрасный момент, но не сегодня, друзья. Сегодня у нас с вами еще две Best of 3 серии, на очереди. Будем надеяться, классная игра между Cyberium Seed и Viking GG. Ну, а Митя и Мэйдфилинов для вас на сегодня, по-моему, заканчивают свою работу, да? Да, да, я с вами. А Дмитрий Лайт оф Хевен Куприянов переходит на позицию комментатора. Нас с вами ждет обновление в составе студии аналитики, друзья, но перед тем, как пойдем на паузу, не забывайте, что партнер турнира это бренд интеллектуальных кроссоверов Havail, за что мы их, конечно, очень благодарим. Друзья, небольшая пауза, совсем небольшая,